Наш тарикат – это сахбет и в собрании пользы. Аллах джаль джалялю способен на все. Вчера они сказали, что эта болезнь начала снова распространяться, и поэтому сегодня они опять вели комендантский час. Они говорят, что болезнь распространяется, и число заболевших растет. Все это происходит благодаря воле и мудрости Аллаха джалялю. Чтобы люди осознали свою беспомощность. Аллах джалялю дал эту болезнь как испытание, и этот мир перевернулся с ног на голову. Они говорят, что этот вирус или что бы там ни было, там еще, это опасная инфекция. Они сами являются опасной заразой. Только намного больший и худший из всех существующих. Этот вирус невидимый, но при этом он наносит вред и губит все человечество. И это происходит потому, что люди перестали повиноваться Аллаху джалялю. Они восстают против природы и против Аллаха. Этот вирус нельзя увидеть. У него нет плоти, но при этом он уничтожает все человечество. Сейчас не осталось ни морали, ни доверия, ни стыда. И если что-то еще и осталось в хорошем этом мире, именно против этого и был предназначен этот вирус. Никто не говорит о том, как они собираются спастись от него. Ни правительство, ни всемирная организация здравоохранения, ни им подобное. Они не смотрят на это. Наоборот, они изо всех сил стараются сделать так, чтобы это распространилось еще больше. Вдобавок ко всему, что у них есть, они хотят, чтобы эта зараза и эта грязь больше распространилась и увеличилась. То, о чем мы говорим, эта корона или что-то там еще, от нее ничего уже не осталось. По крайней мере, из тех людей, которые заболели ею, пусть Аллах джалялю даст им всем шифа. Многие наши лекарства и поправились. А те, кто не смог и ушел из этой жизни с верой, сейчас пребывают в безопасности. Это другая зараза ведет вас прямиком в ад и никуда больше. Кто за этим стоит? Это шайтан. Слуги шайтана заполнили весь мир, потому что это конец времен, ахразаман. Они показывают добро, как зло, а зло, как добро. Так что сейчас это репетиция времени даджаля, антихриста. Они показывают ад как рай и рай как ад. Точно так же, как это будет делать даджал. Его пока удерживают в определенном месте, но он придет, и тогда придет и Махди, алейхиссалям, и очистит мир от всей этой заразы и грязи. Да поможет нам Аллах джаль-джалялю достичь этих прекрасных дней. Это уже близко, иншаллах. Как бы мы не погружались во тьму, рассвет уже близок, и утро непременно настанет. Поэтому сейчас мы живем во мраке и во тьме. И люди не знают, что им делать. Вместо того, чтобы прийти к Аллаху джаль-джалялю, они приходят к шайтану. И за это они будут спрошены и понесут соответствующее наказание. Да защитит Аллах нас. Пусть он джаль-джалялю даст шафа тем, кто болен. Пусть Аллах джаль-джалялю даст силу нашей вере, иншаллах. Это самое главное. Пусть он джаль-джалялю даст силу и нашему телу для лучшего поклонения, иншаллах. Ва миналлахи тавфик. Аль-Фатиха. 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 Продолжение следует...